МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень удачное расположение. Сердце Волги не сердце Волги, да, но почему бы нет? Но это час от Москвы, пара часов на машине от Казани. Мне кажется, это исключительно выгодное положение, которое Чувашия должна обязательно использовать. Это удобно и для туризма, и для инвестиций, и для просто привлечения людей какими-то событиями на территории Чувашии. Мне кажется, что если бы я давал какие-то советы местной власти и бизнесу, я прежде всего исходил бы из географической близости к главным центрам, если посмотреть, главный центр страны и большой региональный центр Казани, и большой бизнес-центр. Это очень важно. Плюс то, что я успел заметить, это хорошо развитое сельское хозяйство, достаточно высокая плотность населения, что редкость для России. Потому что Россия в основном страна малонаселенная, бесконечно растянутая и пустынная. Иногда летишь над Сибирью и не видишь вообще ни одного огонька. А в Чувашии высокая плотность населения. И развитое сельское хозяйство. Это основа, мне кажется, сферы услуг и агротуризма, безусловно. Потому что для сферы услуг нужно много людей, нужен трафик. Для агротуризма нужно работающее, экологически чистое, успешное сельское хозяйство. Это, мне кажется, очень важный момент. И, конечно, Волга, сердце Волги. Это невероятные возможности для туризма. И развитие туристических возможностей региона, я думаю, одна из главных задач. Вот сегодня на пленарном заседании культурного форума это была центральная тема. Как сделать Чувашию привлекательной республикой для туристов, но и комфортной, интересной средой для жизни и работы. Еще очень важный момент, что, мне кажется, здесь важно. Есть достаточно низкие зарплаты. Это и хорошо, это и плохо. Плохо, конечно, когда у тебя низкая зарплата. Но это очень хорошо, потому что здесь реально разместить производство и сделать его конкурентоспособным. И это приведет потом к росту зарплат, понятно. Этот фактор конкурентоспособности будет утрачен, но завод-то будет уже стоять, в принципе. И рабочие места уже будут созданы. Мне кажется, что вот это тоже момент, который меня привлек, когда я готовился к этой поездке. Если взять в общем, что в регионах, в национальных в том числе, может привлечь инвесторов, крупных инвесторов и российских, возможно, зарубежных? Ну, я думаю, что вот один из факторов, который я упомянул, относительная дешевизна рабочей силы. Причем рабочая сила довольно хорошая и высокая квалификация, потому что здесь есть и в Чебоксарах, есть несколько очень известных учебных заведений. То есть здесь неплохая инженерная подготовка. Есть несколько высокотехнологических производств. Машиностроение, химическая промышленность. Это говорит о том, что здесь есть среда для локализации производства, например. Я знаю, что некоторые, хорошо мне знакомые, крупные бизнесмены здесь локализовали производство. В частности, компания Рокко, один из крупнейших производителей сантехники в мире. И один из факторов, это, конечно, конкурентоспособность региона. То есть он может предложить квалифицированный персонал с меньшими расценками. Соответственно, то, что произведено в Чувашии, стоит дешевле на мировом рынке, чем аналогичная продукция. Сделано прямо в Англии. Важно. Я думаю, что большой фактор – это возможности сельского хозяйства. Здесь надо смотреть, потому что сельское хозяйство на подъеме. Россия вообще сельскохозяйственная страна. Это было заблуждение делать из нас индустриальную империю. Мы с нашими просторами, с нашими пахотными землями, безусловно, навсегда будем сельскохозяйственной страной. Это не значит, что у нас не будет развиваться все остальное. Мы рад, что в нулевые мы вернулись на международные рынки с экспортом. И здесь огромный потенциал, потому что население земли растет стремительно, а возможности земли прокормить это население ограничены. Поэтому тут, видно, кажется, у Чувашии есть хорошо наработанный потенциал. Я знаю, что Чуваша крупнейшим была производителем хмеля. Меня несколько удивляет, что на пивной карте России это никак сегодня не отражено. Кажется, здесь огромный резерв роста, потому что пивная отрасль – это один из больших драйверов экономики, потому что там бутылки, маркетинг, цепочки. Вплоть до туризма, Октоберфест просто сюда просится. Если это такая хмельная строительность столицы, здесь просится и пивной туризм, и пивной праздник. Мне кажется, это очень… Сегодня об этом как раз говорили тоже на пленарном заседании, как о возможности для региона. Форум все-таки именуется культурным. Что касается культуры, вообще известно, что инвесторы вкладываются в крупные мировые культурные проекты. Там, понятно, большие деньги крутятся. Но, по вашему мнению, все-таки это самые важные деньги, либо все-таки должно быть какое-то иное мировоззрение? Мне кажется, культура – это очень такое широкое понятие, потому что культура – это и событие, но это и все, что делает человек, это среда, которую мы создаем. Культура – это не обязательно большие инвестиции. Культура – это часто, если мы говорим про среду обитания, часто дело среднего и малого бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Когда государство, предположим, инициирует некий большой инфраструктурный проект, а бизнес понимает, как использовать этот инфраструктурный проект для собственного развития. Вот как реновация Москвы была использована тысячами малых и средних бизнесов для своего саморазвития. Это отчасти где-то это было частная инициатива, где-то государственно-частное партнерство. Но мне кажется, здесь очень важно смотреть и бизнесу, и власти, запуская такие проекты, какие, в принципе, можно сделать дивиденды. Государство хочет получить обжитую инфраструктуру, сделать людей счастливыми, отвлечь их от алкоголизма, драк, криминала и как-то, так сказать, заставить их жить другой жизнью. Бизнес получает от этого трафик на улицах, людей, которые покупают мороженое, пьют газировку, вино, пиво, ходят в кино. Ну, то есть мы понимаем, как это все работает во всем мире, это огромный рынок. Но здесь не нужны большие инвестиции даже. Здесь есть большая государственная инвестиция в инфраструктуру, а дальше, ну, собственно, шаг за шагом бизнес осваивает новые возможности. Крупные инвестиции – это, конечно, строительство театра, но это делает сегодня государство во многом. Крупные инвестиции, безусловно, это строительство гостиниц. Но тут тоже есть возможности для малого и среднего бизнеса. Ну, скажем, например, какая-нибудь агрогостиница в частном доме, ну, мне кажется, это под силу небольшому бизнесу. Давайте так резюмируем, какой все-таки есть потенциал у Чуваши именно вот в плане развития культуры. Ну, в принципе, культура – это люди, да. То есть пока в Чувашии высокая плотность населения, пока есть прекрасная столица, в которой люди хотят жить и работать, есть Волга, да, культура никуда не денется, да. Нужно просто понимать, как в современных условиях, с современными возможностями, да, превратить преимущество региона в рабочие места, в инвестиции, в том числе иностранные, как создать здесь условия для комфортной жизни молодежи, чтобы молодежь не уезжала, например, в Казань или в Москву или за границу. Очень важная сегодня вещь. Мы живем в глобальном мире, и задача удержания людей на земле – это принципиальная задача. Без интересной и насыщенной культуры невозможно это сделать. Если человек понимает, что ближайший театр в часе лета до Москвы, он улетит в Москву рано или поздно, да. Поэтому здесь должно быть интересно жить, насыщенно, комфортно. И, мне кажется, это задача, вот, в том числе культурного форума, найти пути решения этих непростых, но очень важных для экономики 21 века задач. – Сами бы вы, как турист, сюда бы приехали, вообще слышали до этого про Чебоксары, Чубашию? – Ну, конечно, я помню, Екатерина говорила, великая, да, про Нижний Новгород, что он плох, а Чебоксары строением хороши. Да, это я помню, я историк по образованию, естественно, да, мне всегда было интересно. Но, к сожалению, в советские времена, когда я путешествовал по Волге на пароходе пассажирском, из-за ГЭС к Чебоксарам пароход не подходил, он шел по какому-то там ходному пути. Мне кажется, что еще очень важно включить Чебоксары вот в этот путь, да, чтобы тогда просто, ну как, в Нижнем мы выходили, Чебоксары я даже не видел, по-моему. Может быть, видел где-то там, просто не знаю, как-то шел по-другому. И дальше следующий город Казань, да, вот, мне кажется, надо вернуть Чебоксары на карту, в том числе к культурную карту страны, потому что, ну, если Екатерина II писала, в 18 веке, то уж сегодня, если бы она увидела этот город, я думаю, она была бы приятно удивлена, как я был приятно удивлен, когда я приехал сюда. Спасибо вам за интересный содержательный разговор. Субтитры подогнал «Симон»!